Всем привет! Вы смотрите канал Art Channel. Сегодня речь пойдет о необычной выставке, на которой мы познакомимся с коллекцией мецената и доктора философских наук Дмитрия Волкова. Перед вами герой выставки, которая не совсем выставка. Взывается она This is not a book. Я хочу поблагодарить и поздравить Дмитрия Волкова. В первую очередь, давайте громко-громко поаплодируем. Мы счастливы, что эта выставка у нас. Дмитрий, кто не знает, очень долгое время поддерживает вообще науку, искусство. В жизни у меня несколько есть страстей, привязанностей, увлечений, глубоких увлечений. И две из них это философия и искусство. Я в этой выставке попытался поделиться, открыть то, что я люблю, и показать вам. Мне немножко страшно, потому что, знаете, ну и может быть, я не люблю совсем то, что любят другие. Или может быть, это не всегда сочекается внешне вот так легко и понятно. Но я попытался открыться. Поэтому то, что я показываю, это те объекты или тот опыт, это те воспоминания, или те занятия, которые я искренне люблю. Хочу поблагодарить Андрея Бартенева, который главный среди интерпрометян. Вы понимаете, что Андрей Бартенев здесь не зря, а не зря, а не зря, а не просто там, где не скажи это. Хочу поблагодарить еще своих коллег, которые выглядят чуть милее, экстравагантно. Но работают тоже очень, очень много и сильно. Это Александра Ионова, это Юля Волкова. Они все здесь. Они очень много работали и сделали для того, чтобы это событие произошло. Так что спасибо вам большое. Здесь приходит в это пространство, и мы говорим, у тебя нет другого музыка для зрителя. Открывай голову, мы туда заходим. Поэтому у всех у вас сейчас есть возможность спустить нас, организаторов, придомщиков и, в некотором смысле, творцов этой выставки к вашей голове. Пожалуйста, расслабьтесь, мы сделаем это все правильно. Доброго вечера и хорошей выставки. Перед нами работа как раз самой молодой участницей выставки. Поля Брош, или Аполлинария Брош, или Апо Брош. Это та самая художница, которая в возрасте 17 лет, 6 лет назад, позвонила Дмитрию Волкову. Он еще не коллекционировал, когда и сказала. Дмитрий, мне о вас много рассказывали. Я тут собираюсь учиться в Америке, и у меня нет денег. Не могли бы вы мне помочь и выдать грант? И Дмитрий сказал, пришлите свои работы. Дмитрий подумал, посмотрел на ее работу и дал ей грант. И Поля училась в Америке, откуда приехала уже довольно известная художница. И сейчас ее представляет галерею, показывают многие музеи и так далее. А перед вами произведение «Благодарность», которое... Нет, произведение «Благодарность» другое, а это Дмитрий купил. И, соответственно, художнице повезло вдвойне. Но, мне кажется, повезло всем нам, потому что, когда меценат очень мгновенно угадывает, куда инвестировать и во что вложить, то потом произрастают такие поленья, которые плохо горят, потому что эти керамики, они вообще вечные. И когда-нибудь, спустя 300 лет, в музеях московского конля, например, будет выставка старинного российского парфора, например, и на ней будет вот это классическое произведение «Благодарность». И тут мы приходим в красный угол нашей выставки. В красном углу у нас красуется Толя Космоловский, который, конечно же, здесь меня только что телеканал Ю очень дотошно спрашивал о том, в чем же смысл этого произведения. А я уворачивался и говорил, что смысл очень простой. Что вначале был хлеб, да? Ну, человек сначала родился в виде хлеба. Это было предместный человек. Потом он стал обезьяной, как сказал Олег Курик, а уже потом он стал шковским. Поэтому такое преобразование из хлеба через обезьяну в великого теоретика культуры это вполне себе гармоническое существование современного искусства в нашем сознании. Телеканал Ю плюнул и ушел в неистость. Этот хлеб уже превратился в классику современного искусства. Почему? Потому что это произведение висит дома у родителей Дмитрия Волкова, которые очень консервативны по своей природе. И единственное, что они допустили к себе на стену, это этот хлебушек. И когда-нибудь мы все с вами преодолеем травму, которые связаны с тем, что крошки хлеба надо обязательно есть, а ни в коем случае не выкидывать, даже если они плесневелые. Я с этой травмой живу всю жизнь, и это просто какой-то кошмар. Обезьяны Олега Кулика — это произведение, которое вообще на самом деле 12 часов. Но мы, к сожалению, не поместили сюда и третья работа, которая находится в коллекции Волкова, потому что просто местный зон, сами понимаете, какой маленький зал, в каждой из них вам положено заглянуть в глаза. Только со временем вы поймете, что глаза эти не настоящие, пластиковые, что это пуговицы, и что это не настоящая обезьянная щучела. Со временем вы поймете, что каждый из этих обезьян — совершенно отдельное существо и достойно индивидуального рассматривания, до тех пор, пока вы не заметите следующего за ней — Шкуловского. Шкуловского и Шкуловского и Шкуловского. Винограду и Дубацарскому. Которые, в общем, подобно Караваджу или подобно Александру Шилову, которые, по-моему, единственные в нашем контексте сегодня пишут по-трезору за Анику Сафронову. Да, вот. И, в общем, вот эти люди подобно Винограду и Дубацарскому считали, как они, и написали произведение, сценарий которого был заложен в «Матрицу» будущим владельцем. Поэтому здесь такой эротический сюжет, потому что Дмитрий... Дмитрий, иди сюда. Потому что Дмитрий довольно откровенно говорит о пулям, море, о том, что эротика есть те же него существования. Я вообще про зиму что-то заказывал. Ну, мне кажется, русская зима, вы видите, такое настроение. У меня, на самом деле, у Дубацарскому это же серия. У него есть летние, осенние, весенние пейзажи такие. И я их меняю по характеру. А что касается мишки и вот этой девушки, но одна из версий, что вы просто... Знаете, из играх они перепрыгивают друг через друга? Как это называется? Чикарда? Чикарда. Есть такая вероятность, потому что здесь явно неоднозначная ситуация. Есть еще одна особенность. Если вы посмотрите, то у девушки поразительно красным горит глаз. Сходите на терминатора, он уже выйдет скоро. Буквально неделю. Я вчера его смотрел в «Сан-Франциско», а сегодня я бы хотел, наверное, на себе. Мы начинаем с твоей системе, но очень интересно. Но посмотрите на терминатор, вы увидите голливудский мотив. В общем, любая человека, который живет частично в «Сан-Франциско», частично в русской зиме, частично на бальсе в брейшской зиме, эта картина просто родная, это истоки. Немного альтернативная. Поскольку я сегодня принял участие в групповом камин-ауте, то надо об этом четко сказать. Кто не смотрел, еще у Ксении Собчак видео может посмотреть. Здесь камин-аут совершает художник Егор Кошкин. Возможно, вы прочтете здесь Дейн-Эпу. Возможно, вы увидите здесь Георгия Бурьянова, который, в общем-то, специалист по сильным мужским телам в русской живописи. Более современной ее части и Егор Кошиных имел в виду всего лишь, что друзья постригли друга. Вот, и эти большие ножницы, с которыми один из них, как бы, великолепно получившийся, всего лишь свидетельствуют о том, что слово, выбритое на шерсти у этого фотосмагарического существа, невозможно прочитать одним способом. Тут тебе и труд, и труд. И, наконец-таки, важнейшее слово современного человека – труд. Тот самый Гагарин, под крылом у которого я вырос на Ленинском проспекте, он был построен в 80-м году, я родился в 76-м. И, собственно говоря, вот это вот существо впровождало все мое детство, потому что я жил в зоне обуви. И могу сказать, что существо это было страшным для всех, для нас. Родители очень ругались, и вообще все более-менее инакомыслящие люди в той эпохе считали эту скультуру безобразной. А сейчас она уже всем окончательно кажется абсолютным шедевром, потому что время лечит. Ну и, конечно же, миш-маш – это… Удивительный дуэт художников, который умеет облегчить любую теплопосую и любой замысел. И вот вес этого произведения, физический вес, примерно 300 грамм. То есть младенец может снять со стены и унести с собой, потому что оно совсем не тяжело. Оно сделано из строительного скотча. И кудри этого скотча вы можете наблюдать вместо пьедестала. Здесь также есть девушка с веслом группы «Ресайкл», которая вполне себе добавляет монументализма. Редактор субтитров А.Семкин